Всех приветствую, с вами Алексей Шредер и сегодня я расскажу, насколько это просто, как это супер просто поддерживать приобретенный вами и необходимый вам процент жира в теле. Какая это цифра процента? Никогда не сосредотачивайтесь на цифре. Вот мне, допустим, вообще все равно, какая это цифра. Я никогда не измерял процент жира. Мне главное, я считаю, вам должно быть главное визуальная составляющая. Ваш образ, ваш образ определенный, который вам должен нравиться, вы к нему стремитесь, либо вы его имеете, и дальше вам нужно просто поддерживать эту форму. То есть, либо у вас когда-то была такая форма, вы ее помните и хотите вернуть, а сейчас процент жира больше. Либо у вас не было никогда той формы, но стоя напротив зеркала и визуально, взглядом уничтожая лишние жиры, вы понимаете, какая форма должна быть. А какая форма по проценту жира для каждого необходима? Ну, по его личным убеждениям. Для кого-то достаточно, для большинства женщин, чтобы не было целлюлита на теле и уже все прекрасно. Для большинства мужчин, там главное, чтобы живота не было, может быть, боков не было, таких кусков сальных. Для обоих полов, наверное, важно, чтобы на заднице жир не слесал, ну, вы поняли. И этого достаточно. А для кого-то важно иметь постоянно кубики пресса и рельефные мышцы. В общем, у каждого свой необходимый процент жира, своя необходимая визуальная форма. Теперь, почему настолько просто? Многие себе этого почему-то не представляют. Они уже заранее убеждены, что очень сложно поддерживать форму определенную. Почему это сложно, я не пойму. Люди, наверное, после того, как придут в форму, срываются и начинают по вечерам жрать, ходить на свадьбы, наедаться от живота, на каких-то мероприятиях чаще встречаться с друзьями, бухать. Он начинает ходить в Макдональдс и думать, что ничего страшного не произойдет и так далее. Что-то явно должно происходить вот такое глобальное изменение в образе жизни, чтобы человек потерял свою форму. Потому что на самом деле поддерживать ее, ну, супер-супер просто. Здесь, конечно, есть такой важный пункт. Процент жира, который есть у человека, который его устраивает, должен быть приобретен естественным способом. То есть, без помощи каких-либо химических воздействий, без сильнодействующих препаратов, допустим, жиросжигателей. Почему? Потому что, когда человек на каких-то, допустим, запрещенных жиросжигателях достигает за короткий срок какого-то процента жира, он не достигал этого процента жира естественным способом. Ему результат делал во многом, на многое количество процентов именно какой-то жиросжигатель или какая-то химия. И, соответственно, при отказе от этих препаратов он начнет быстро набирать жир. Это естественный процесс. Но, если человек приобрел свой процент жира естественным образом, без воздействия всяких химических препаратов, он, во-первых, привел свой обмен веществ, ну, как вам сказать, в нужные кондиции. И он точно знает, при каком примерно питании суточном, при каком колораже он имел дефицит калорий и сбрасывал жировую прослойку. И примерно может прикинуть, сколько ему добавить нужных килокалорий каждые сутки, чтобы питание получилось балансовым, потребленное за сутки равнялось уничтоженному. То есть, я это называю питание на ноль. Человек, который имеет опыт похудения, естественным образом он, примерно регулируя колораж туда-сюда, понемногу знает, сколько в дефицит, сколько будет в профицит, сколько будет в ноль. Конечно, 100% в ноль попасть практически невозможно, потому что у вас нет счетчика на руке, которое отсчитывает, допустим, 30 минут мыслительной деятельности, столько-то килокалорий, 30 минут ходьбы по улице, столько-то килокалорий, 5 часов сна, столько-то килокалорий. Вы не знаете этого. Вы должны визуально отслеживать, да там, зеркало или на ощупь жиры свои щупать, чтобы определять, куда баланс смещается неделя за неделей. И по чувству сытости вы тоже можете определять примерно, сколько вам нужно потреблять. В общем, естественным образом, если вы достигли вашего процента жира, все очень элементарно. Вы знаете, сколько было двигательной активности, сколько примерно еды в сутки, БЖУ. И далее, оставляя ту же самую двигательную активность, вы просто добавляете немного калорий до питания на ноль. И так живете постоянно, не срываясь. Вот и все. И поддерживаете бесконечно долго, сколько угодно, ваш процент жира. Единственное, что может все это сбить, это какая-то серьезная болезнь, или гормональные сбои с возрастом. Это да, но пока гормональный фон ваш один и тот же, вы будете бесконечно долго поддерживать в набранную вами естественным образом форму. Теперь, многие почему-то говорят и пишут мне, и настолько убеждены, что просто бесполезно переубеждать. Я не буду переубеждать. Просто скажу об этом еще раз. Что, мол, поддерживать процент жира какой-то, ну, невысокий, 12%, 10%, и даже 8%, не 4%, конечно. 4% в натурах, я уверен, недостижимы. В общем, это почему-то стрессово. Для организма это большой стресс. Я не понимаю, почему. Я понимаю, почему стресс для организма, когда вы на дефиците килокалорий. Ну, допустим, вы все сделаете правильно, у вас дефицит килокалорий только по энергетическим калориям. То есть, у вас есть все необходимые элементы питания, жиры и такие, там, полиненасыщенные и насыщенные, и азотный баланс за счет белка вы поддержите в организме и клетчатку употребляете, и немного глюкозы для мозга и так далее. А лишняя глюкоза, лишняя крахмала и так далее. Это энергетические калории, вы за счет них создавали дефицит, вы не потребляли. И организм испытывал немного стресса. Ему приходилось недостающее в питании килокалории брать из вашей жировой прослойки. Если эти килокалории за сутки были не в больших цифрах, ну, скажем, до 300, то этого стресса вы особо не будете ощущать. Если более будете ощущать. Но для организма в любом случае стресс большой или небольшой, когда вы на дефиците. Я это могу понять. Но, когда вы набрали за счет дефицита нужную вам форму, далее вы можете потреблять ровно столько, сколько нужно вашему организму. Всех бы живу ровно столько, сколько нужно. И, как вы думаете, если потреблять ровно столько, сколько нужно организму, это стресс для организма или нет? Ясное дело, что это никакой не стресс для организма. Организм живет в гармонии. Он имеет все, что ему нужно, и он в нужном проценте жира. А нужный процент жира не будет расти, потому что вы не создаете профицита в питании. Вы не срываетесь. Вы примерно знаете, сколько чего надо. Профицита нет. Жир не может нарасти на вас из воздуха. Жир, липиды не могут взяться из воздуха. Понимаете? Вот и все. И стресса нет, и жир не растет. Вот почему настолько просто поддерживать процент жира в вашем теле. И никакого стресса при этом для организма нет. И будете жить в полной гармонии. Так что, если вы верите мне, то делайте так, как я вам говорю, и будет у вас счастье. Если не верите, можете бесконечно искать себе отмазки, что Шреддер на химии, и что вы тоже без химии ничего не достигнете, или что Шреддер фанатик, он готов всю жизнь на стрессе организма жить. В общем, как хотите. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok